В поле зрения инспекторов ГИБДД продолжают попадаться нарушители закона. Только за минувшие выходные в республике задержали 21 нетрезвого водителя. 11 автолюбителей управляли транспортным средством, будучи лишенными прав. В Батаревском районе нетрезвый водитель стал виновником аварии, в которой погибло 3 человека. Подробности в сюжете наших коллег из пресс-службы МВД Почувашии. Свой 24-й день рождения жители Бресенского района встречал в качестве подсудимого по уголовному делу о смертельном ДТП с тремя погибшими. Вечером 13 сентября прошлого года на повороте автодороги Калинина-Батарева-Яльчики в нетрезвом состоянии он не справился с управлением и перевернулся. В машине был его друг и дальние родственники. Все они погибли. Скорость автомобиля была не менее 130 км в час. В этой страшной аварии выжил только водитель. Водитель, которого неоднократно задерживали за рулем пьяным. В январе наш подсудимый был уже осужден и Бресенским мировым судьем за административное правонарушение, за то, что сел в нетрезвом состоянии за руль автомобиля. В последующем, в феврале, он снова садится за руль автомобиля в нетрезвом состоянии, где его останавливают сотрудники ГИБДД. После чего в отношении его возбуждаются уголовные дела по статье 264, прим. 1. На этой февральской видеозаписи, предоставленной следствию сотрудниками ГИБДД, молодой человек вместе с тем же другом, который позже погиб в ДТП. Оба в состоянии алкогольного опьянения пытались скрыться от экипажа, а потом свалить вину друг на друга. Это было второе предупреждение судьбы, которому сельчанин тоже не прислушался. А на третий раз произошла авария с тремя погибшими. Признать виновным в совершении преступлений, предусмотренном статьями 264, прим. 1, пунктом А части 6 статьи 264 Уголом ГОС РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 1 месяц отбываем наказание в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанным с правлением всеми видами механических транспортных средств на срок 3 года. В качестве компенсации пострадавшей стороне местному жителю предстоит выплатить полтора миллиона рублей. Подсудимый был взят под стражу в зале суда. Родственники погибших, проходя мимо, осыпали его проклятиями. Приговор еще не вступил в законную силу.